Всем привет, друзья! С вами я, ваша Соколик. Очень долгое время отсутствовало, опять месяц, но, как вы понимаете, работал. Теперь мы, собственно, переходим к теме этого видео. Как же всё-таки заработать творческому человеку? Я сейчас не буду называть, какие вот прям все возможности. Безусловно, возможностей очень и очень много. Каждый сам для себя выбирает, чем ему заниматься. Но я сейчас буду называть то, что, по моему мнению, работает очень хорошо и может начать работать достаточно быстро, если вложить в это определенные силы, ну или все свои силы. Итак, первое — это, безусловно, работа на фрилансе. Есть такие биржи фриланса, где вы можете зарегистрироваться. Это Upwork. Собственно, мне кажется, Upwork — это такая самая простая, можно сказать, и где много разных интересных заказов. Это, я сейчас говорю, такие глобальные. Понятное дело, что если вы занимаетесь музыкой, для музыки есть специальные биржи. Если вы занимаетесь художеством, есть всякие тоже различные маркетплейсы. Ну, я сейчас говорю про такую глобальную, где собраны все, где можно найти всех. Фрилансер. Тоже очень интересная такая биржа. Там я нашла несколько наших помощников. И вот, собственно, периодически мы с ними работаем. Следующее место, где вы можете, скажем так, привести свою аудиторию — это Patreon. Туда приходят люди, которых вы приглашаете по ссылке. И там вы для них делаете то, что вы делали, собственно, для всех, только в более эксклюзивной форме. Например, там какие-то дополнительные видео, если вы видео занимаетесь. Или художество, или еще что-то. В общем, да. Patreon — очень крутая штука. Это относительно новый стартап. Но уже достаточно популярный и на русскоязычном пространстве тоже. Сейчас, я думаю, особенно если вы меня смотрите, конечно же, ни для кого не секрет, что популярной деятельностью и даже уже новой профессией является блогинг. Первое — это YouTube. Я вам скажу так. На своем русскоязычном канале я не зарабатываю. Хотя, допустим, с тем же Instagram у меня была другая история. Но об этом сейчас я тоже расскажу. Но для YouTube те же тысячи подписчиков — это очень мало. То есть у вас должно быть хотя бы 5-7 тысяч подписчиков, чтобы вы уже могли предлагать коммерческие запросы разным компаниям. Но у меня уже включена монетизация на нашем канале Holes Publishing. И там я могу получать определенные роялти с монетизацией, с того, что я делаю. Вряд ли там у меня будут на данный момент какие-то интеграции с брендами, потому что мы сами являемся брендом. Однако зарабатывать на этом можно. Я вам скажу так. Просто этому нужно уделять время. Как сказала одна блогерша Маша Новосад. Недавно она сняла видео о том, что такое вообще блогинг. И в своем видео она сказала о том, что это работа, на которую нужно приходить. Ну, наверное, я с ней согласна. Потому что я тоже прихожу на эту работу. Затем Instagram. Вы знаете, еще буквально год назад в Instagram можно было набрать очень быстро аудиторию. На данный момент у меня там плюс-минус скачет 16 тысяч аудиторий. Это все живые люди, которых я привлекла путем таргетинговой рекламы. Я вкладывала деньги, я вложила 100 долларов минимум только в таргетинг. И я делала масс-фолловинг, масс-лайкинг. Это то, что сейчас делать очень проблематично. То есть, когда ты платишь приложение, в моем случае это был Инстаплюс, и ты туда загружаешь задание, например, пролайкать от этого человека его аудиторию, его подписчиков. И там выставляешь какое количество лайков и так далее, и оно тебя набирает. Соответственно, эти люди приходят тебе обратно в профиль. И некоторые из них остаются, и вы даже иногда становитесь друзьями. Я так познакомилась с моей подругой Каролинем, немкой. И еще с разными ребятами, с японцами. Ну, в общем, короче, таким образом у меня было очень... Расширился круг общения, естественно, и моих знакомых. И, конечно же, мне стали писать разные компании. Вот буквально недавно мне написали компания SkillShare. Это стартап многомиллионный, который вложили много миллионов. Я просто проверила, прежде чем вам говорите. И они мне предложили быть амбассадором их бренда. И мы сейчас ведем переговоры. Вот. Другой стартап был еще Firework. Ну и так далее. В принципе, на этом можно зарабатывать. Чем больше у вас подписчиков, тем... И чем интереснее, опять же, количество подписчиков, если вы их просто накрутили, не дает вам абсолютно никакой гарантии. То есть, для того, чтобы вас замечали, у вас должен быть блог. То есть, с какой-то птичностью вы должны постить в свой блог и быть достаточно интересным. Вот. Ну, как-то так. На данный момент, насколько я знаю, просто я сейчас в Инстаграме уже не проплачиваю никакую рекламу. Ничего такого не делаю. Почему? Потому что из-за нашей очень активной деятельности Инстаграм нам просто заблокировали ссылку на наш сайт Holtzbox. И после этого мне стало просто как-то противно там появляться. Знаете, почему они это сделали? А чтобы мы платили за рекламу. То есть, чтобы мы не платили всяким сервисам типа Инстаплюс, а чтобы мы платили за рекламу. Плюс они банят вообще аккаунты или создают там какие-то преграды для масс-фолловинга, масс-лайкинга. Тоже мне это не нравится, конечно же. Вот. Сейчас еще есть такая фишка, как масс-лукинг. Это когда ты можешь загружать количество какого-то человека, его тоже аудиторию. И смотреть сторис у других людей. И даже на некоторых сервисах можно им отправлять смайлики. Поэтому знайте, что если к вам в сторис приходят и смайлики кто-то отправляет, это не факт, что там сидит реальный человек. Это может быть бот. Абсолютно спокойно. Вот. Но я вам честно хочу сказать, что я этот момент попробовала. И ко мне практически никто, не ко мне лично, я через другой профиль Хольцбукс это делала. И ко мне практически никто в профиль не пришел. Поэтому я сделала вывод, что этот метод продвижения, он просто неэффективен. На данный момент мне в принципе не очень интересно развиваться в Инстаграме. Я блогер честный, говорю как есть. Вот. Поэтому я решила, как бы, да, я туда пущу с какой-то периодичностью. Но я особо не акцентирую внимание на Инстаграме. Хотя да, мне оттуда приходят рекламные предложения, но это не то, с чего я живу. Поэтому у меня есть, как бы, такое, что ли, привилегия выбирать, чем я хочу заниматься. Хотя, наверное, у всех есть. Так, следующий момент. Ну, безусловно, Твиттер, Фейсбук. Это все круто. И сейчас очень популярная соцсеть. Новая соцсеть ТикТок. В ТикТоке я присутствую только от лица нашей компании Holes Publishing. Но я заметила, что сейчас там очень быстро можно раскрутиться. Там уже достаточное количество людей. И, в общем, но я вам опять же хочу сказать, что мне просто на это нет времени. То есть, когда у тебя ограниченное время, конечно же, вы наверняка, многие из вас взрослые люди, которые меня смотрят. Вы понимаете, что вы это время лучше потратите на что-то другое. Вам уже приходится как-то выбирать. Ну, так же и мне. Поэтому мне на данный момент ТикТок не интересен, потому что там, в принципе, не моя аудитория. Там сейчас люди достаточно молодые. Мне неинтересно перед камерой попой трястили еще кем-то. Кстати, когда-то у меня был аккаунт на Ask.fm. Это сервис анонимных вопросов. И я там отвечала вопросы. Мне еще отвечала на вопросы. И мне туда прислали мои какие-то школьные друзья. В общем, люди, которые знали меня в жизни. Это было давно. И где-то два месяца назад я зашла на Ask.fm. И возобновила эту всю деятельность, потому что там появилась функция шутаут. То есть ты можешь спросить людей поблизости, находясь по геолокации, находящихся возле тебя. Я начала спрашивать, что вы думаете. У меня пошел очень быстрый прирост подписчиков. Так что обратите внимание еще на эту социальную сеть. Она достаточно интересная. И для меня было открытием, что она существует не только на русскоязычном пространстве, а что люди со всего мира там находятся. То есть вы можете писать и на любом другом языке, не обязательно на русском. Но я там веду деятельность на русском. Поэтому you're welcome. Ссылки тоже будут в описании. Так, я вернулась и не одна, а с вот этими вот книгами. Это не просто книги. Это то, на чем я тоже зарабатываю деньги. Сейчас я вам расскажу, как я это делаю. Есть такая вещь, называется она Marketplace. А Marketplace – это там, где вы можете размещать свои товары, продукцию и, собственно, делать на этом бизнес. И когда я жила в Германии, я узнала, что, оказывается, на Амазоне еще с 97-го года очень популярна функция Print on Demand. Что это значит? Печать по требованиям. И я подумала, да как же это возможно? Тра-та-та! Начала копаться. Но, как вы понимаете, в России это делать очень сложно. Я не из России. В Украине это вообще невозможно. Это стоит без насловных денег. Ну, в общем, вы меня поняли. Это стоит денег. И просто так все это не сделаешь. В отличие от Амазона. После того, как я прочитала, что, оказывается, все это очень и очень легко делается. Ну, как легко? Книгу нарисовать или раскраску это не очень легко, но, тем не менее. Короче говоря, я поняла, что на этом могу делать бизнес. И, собственно, сделала. Я сидела каждый день и рисовала абсолютно каждый день на протяжении, ну, уже двух лет. То есть, это достаточно немаленький период времени. На данный момент в нашем магазине 42 книги. То есть, тоже, как бы, немаленькое количество. Хотя, может, для кого-то маленькое, но для меня точно нет. Уж поверьте. Зная, каким трудом достались мне все эти книги. Но самое главное, что это абсолютно бесплатно. То есть, вы можете бесплатно загружать книгу. Вы можете ее бесплатно реселить на Амазон и на другие маркетплейсы. Вот буквально недавно у нас купили книгу в Америке на Redbubble. Не на Redbubble, а что я говорю. Барнсон Нобл. Это известный американский книжный магазин. И в Японии у нас купали на маркетплейсах. То есть, это достаточно и очень такое неплохое окно в западный мир. Особенно, когда вы отсюда. То есть, вы просто заходите на Kindle Direct Publishing. И там уже дальше вы разберетесь. Но ничего сложного нет. Create Paper Bag. Ну и так далее. Дальше вы уже сможете посмотреть все. Вот, кстати, про Redbubble. Тоже очень интересный магазин. Реселлеры. Худи, всяких носочков, стикеров и так далее. То есть, вы можете тоже свою одежду делать. Кстати, то, чем я занималась в какой-то определенный промежуток времени. Но из-за того, что у меня не было опыта такого, как я сейчас. Соответственно, я не могла, что ли, правильно все это оформить и правильно все это сделать с бизнес-логикой своей теперешней неожиданной бизнес-мен. Сюда же относятся Printful, PrintFi, Teespring. Teespring – это реселлер, который работает с YouTube непосредственно. Вот. Я тоже думаю, как-то может начать что-то в этой области двигаться. В этой области двигаться. Потому что мне это, в принципе, достаточно интересно. Дальше. Какие еще моменты? Shutterstock. То есть, вы можете делать картинки и продавать это на Shutterstock. Freepik. Тоже очень интересная компания. Я там периодически всякие беру картинки. То есть, я непосредственно являюсь клиентом. Ну, когда-то я продавала изображения на Shutterstock. Могу сразу сказать, что, во-первых, продается изображение векторное. Хотя я безумно люблю растровые изображения, безумно. Но, чтобы рисовать в большом качестве растровые изображения, вам нужен хороший, мощный компьютер, чтобы рисовать в большом качестве. Потому что, если вектор его можно растянуть, и от этого как бы качество меняться не будет. То с растром, как вы понимаете, все немножечко сложнее. Вот. И вам нужен хороший компьютер. Ну и, собственно, дерзайте. Вот, в принципе, это все, друзья. Спасибо всем за просмотр. Мне было очень и очень приятно. Если вы досмотрели это видео до конца. Потому что я действительно стараюсь. Кстати, как вам освещение новое, фон, камера? Напишите, пожалуйста. Потому что, боже, это стоило таких усилий все это собрать. Знаете почему? Я вам сейчас объясню. Мне, конечно, некоторые люди пишут гневные комментарии, что я не люблю свою страну, Украину. Я не буду говорить сейчас о патриотизме и так далее. Это не мой конек и тема моего YouTube-канала. Но я вам скажу следующее. Почему? Почему, когда я что-то заказываю, мне либо что-то не то приходит, либо кто-то что-то напутал, либо что-то не работает, либо работает, но не так, как надо, потому что оно где-то побитое, его не проверили. Я должна звонить, я должна объясняться с менеджером, я должна тратить свое время. А мое время мне очень дорого. Может, кому-то и все равно на его время, но мне нет. В общем, это была такая минутка отступления. Все, ребята, спасибо всем за внимание. Пишите мне, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.